я приветствую всех друзья это подкаст это вам не мешки таскать где мы обсуждаем алдавскую политику честно со здравым смыслом и долей иронии я михаил саркли иван святченко и мы в камраде в камраде в 14 раз по моему да 14 раз рад тебя видеть вон взаимно да прошла целая неделя накопилось несколько тем да друзья перед тем как мы начнем значит напомню вам что вы смотрите нас на в ютюбе на канале нонсвекшен святченко и на канале nokta а также вы можете смотреть нас в фейсбуке на страничке nokta и слушать нас на спотифай подкаст и apple подкаст при тем как начать я заглавлю наше сегодняшнее меню да сегодня накопилось несколько тем вне к этому моменту накопилось несколько тем который с моей точки зрения достойно нашего внимания это интервью додона телеканалу настоящее время и его визит в братиславу неожиданно неожиданно это очень интересный повод об этом поговорим дальше мы поговорим о том как ирина влаг не может перестать писать высокопоставленным чиновникам письма с абсурдными просьбами и задержанием потом мы поговорим о том как шорутсов гагузи снова вытаскивает бабушек на протесты в поддержку строительства парка аттракционов карусели бабушкам нужно карусели это единственное что хватает бабушкам на год чтобы не укачало каруселях все же люди пожилые и даже с карточками мир все-таки тошнит бабушек на каруселях здесь мы поговорим о том как шор использует новые схемы для вербовки людей это контракт с другой стороны это интересно да потом мы поговорим о том как россия нагнетает антирумынскую пропаганду в молдове это любит кремль очень любит про румынию руманизацию аннексию румынии чего-то там в общем поговорим об этом ну и под конец поговорим о намерении андрея настас создать новый политический проект неожиданно неожиданно да он заявил что он собирается баллотироваться да и теперь он собрался заявил о том что у лилии бураковский на вам да он заявил о том что собирается создать новый проект в общем вот друзья вот такой вот наборчик у нас сегодня поговорим об этом вы между тем не забывайте подписываться на делиться этим видео отвратим своим знакомым и близким ставят лайки и комментирует друзья комментируйте комментируйте нам это очень интересно очень интересные комментарии это отдельный отдельный выпуск можно в принципе это отдельные выпуски проходят у нас под под каждым выпуском хит и хит 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 любит очень да который нас хитит в общем друзья ввернемся через несколько мгновений не переключайтесь до скорого итак друзья мы вернулись вы слушали смотрите подкаст этого немножко таскать где мы обсуждаем лодовскую политику честно со здоровым смыслом и долей иронии иван дадон дал интервью ирине ромалийской на телеканал настоящее время достаточно такое хорошее интервью хорошо подготовлено подготовилась ирина ромалийская ромалийская прекрасная ирина отработала свою до ревью твоя бывшая коллега по собственно радио свобода радио свободной европы да да корпорацию входили мы сохранили с ириной теплые дружеские отношения и до этого интервью мы с ней беседовали в том числе про молдавскую политику в целом и про игоря дадона в частности я с таким страхом ждал этого интервью появление это интервью потому что ну обычно люди живущие работающие за границей в сми очень мало понимают в молдавских реалиях а тут наша опытная вот это вот известная политическая фигура которая поднаторела отвечать на вопросы про кульки про взятки про плохотнюка про связи с путиным я думал как же она ирина сделает это интервью прекрасно получилось с ее стороны прекрасная работа ну с другой стороны он так и на вопросы не ответил она его этим сама она прижала его грубо говоря прижал его в угол грубо молдавские журналисты не настаивают на обычно в разговорах с дадоном кто в конце концов кому дает дадон интервью кто из молдавских журналистов берет интервью дадона я не представляю себя на своем медиапроекте игоря дадона потому что у меня не упал не неинтересно с ним общаться и когда ты к своему гостю потенциальному испытываешь презрение ты не будешь его звать как бы там аудитория этого не хотела ну хорошо вот это тут немножко уходя в сторону отвлекаясь хороший вопрос уменьшись но мысль созрела такая насколько это профессионально насколько ты или я как журналисты должны или не должны делать интервью с людьми или политиками которые нам не нравятся скажем так я только мы обязаны это делать или игостично и руководствуюсь прежде всего своим здравым смыслом вкусом и интересами я не иду на поводу у аудитории неких диантологических норм если мне отвратителен политик я не буду с ним общаться как бы не хотела этого аудитория потому что у меня не получится сделать качественный продукт зачем мучить тележку и лошадку в этом случае нужно просто и он с другой стороны политик знает что журналист будет задавать ему неудобные вопросы он эти вопросы не хочет отвечать поэтому он скорее всего не ходит к нашим журналистам которые ну скажем так критически к нему относятся просто интересно почему он пошел в настоящее время он же дал что это будет легко это международная аудитория он хотел обратиться к международной аудитории но в том числе это выйти на новые европейские и мировой даже уровень и ну зафиксироваться в этом пространстве в концов политик игорь дадон мягко говоря не особо нужен нашей стране при втором месте в рейтинге популярности все-таки не за него готовы голосовать 15 процентов граждан наших но это 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 много но это не так чтобы вот сойти с ума от счастья сейчас мы вернемся к интервью или на ромалийской как ирина ромалийского прижала грубо говоря и и на каких вопросах на которые он отвечает не хотел как уж на сковородке да то есть как бы вертелся вертелся и даже не то чтобы вертелся он прямо было понятно что он боится на эти вопросы отвечать и плюс он уже отработал ответы как уходить от ответа на вопрос что было в кульке 5 лет задают ему этот вопрос и он уходит от ответа ничего не было в кульке это фотомонтаж и видеомонтаж и мы в суде докажем да ну здесь она задавала вопросы кто напал на украину но это сложнее конечно же это сложнее на это ответит и тут тоже не шмогла не шмогла хорошо вопрос почему то он кстати да он был известен тем что он монополизировал направление москвы которые принят по большому счету ни одному нормальному политику больше что-то не нужно да то есть как бы он во время своего президента сколько сколько 40 раз по-моему был там москве 63 за четыре года пребывания в должности игорь дадон съездил в москву 63 раз один раз был в японии на коронации по моему император но он постоянно в разных интервью вспоминает этот эпизод именно во первых дадон и на коронации императора японии если ты помнишь михаил фотографии с этого прекрасного приема умигоря дадона был несколько странные сюртучок я в моде мало чего смыслю но кто ему шил вот этот вот так же понимаешь официальный прием там император японии и наш и тут наш приехали но тем не менее он вспоминает это окей еще еще угур вот он там как-то мало съел фугу еще одно международное событие на котором посетил по моему ну генассамблея оон естественно да и откуда он из него и там же по-моему с филоса то ли с байден то ли с трампом да ну окей ладно не будем спорить я с другой хотел спросить он на пытается зафиксироваться он в этом плане пытается конкурировать с майя санду пытается выйти на международную аудиторию кстати очень интересно какое мероприятие он использовал для этого к кому он поехал в братиславу братслава он поехал по приглашению вице-спикера значит словацкого парламента до сей поры я даже не подозревал что в братиславе есть вице-спикер по какой-то там фамилии и имени да который наверное он есть который очень близок к россии да случайно да и журналисты словацкие нашли связь организаторов этого мероприятия с российским фсб мягко говоря связь если говорить более откровенно из семи учредителей этих вот организации пятеро работники фсб которые провели какую-то некую конференцию по миру в украине но без украины но без украины да по миру в украине на которую пригласили игоря додона главный мир творец пассификатор пассификатор додона так этот пассификатор пытается выйти на международную аудиторию ты говоришь это часть избирательной компании или что ну а можно же еще напомнить о себе москве там же показать свою полезность или как то что он есть он еще в природе существует так ты получается что москва до сих пор не не сделал на него ставку он пытается убедить москву в том что на него нужно делать ставку на следующий выбор если москва делом на него ставку я думаю что у него были бы какие-то более менее вменяемые встречи в той самой москве с ним он там встречается и мы не видим информационных поводов ну последнее время мы не видим что он туда ездил на петербургский форум совсем не там но там с фотофилосов коридорским с кем-то но не с кем-то кто принимает решение или хотя бы близко к тому кто принимает ревнует игорь николаевич ревнует господина шора потому что пока что основные деньги ждем денежные потоки москвы идут через карманы шора ну и пытается убедить всех кто еще может быть живого до любимая жена механика гаврилова ты хочешь углубиться в какого-то алгебетизм лгбт-активизм я игорь на дону и лгбт ты же знаешь да ниже с ромалийской говорили об этом на поводу того что шор любимая жена и кто там любимая жена и так далее там по-моему даже в титры она это вывела этот момент наша престарелая до лиска да что он на чем она его прижала она прижала на вопросе кто напал на украину он так и не ответил на чей крым чей крым но вы горит часа пвы наста причем причем ирина настаивал этом вопросе вот вы горит лезете в политику вы горит опять опять вас действительно политический журналист берет интервью бывшего президента ну давайте поговорим о цветочках или о костюме додона на каранда императора можно так про нато они говорили да кстати и какие-то пяти пунктах которые додон хочет выдвинуть европейскому союзу в рамках процесса европейской интеграции мы немножко забегаем вперед вот ирина влах тут чувствуешь почерк ирины влах но тут чувствуется почерк не ирина влах и игоря додона кого-то там не знаю в кремле которые раздают и адык помимо разные бумажки но которые работают в одном и том же направлении но вот игорь додон предъявил претензии это уважение нашего нейтралитета кто его собственно собственно нарушается с запада непонятно 2 из 92 стран мира мы под вспомним войска чьей страны находятся на территории республики молдова последние 32 года с 92 года да они еще раньше были там лишние прилетели ну вот когда было подписано соглашение да приключение чьи войска находятся в молдове уважение каких-то ценностей игорь додон требует от европейского союза не знаю как 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 нужно уважать ценности игоря додона брать кульки и говорю что там целовать путина в разные в ухо абсолютно куда что же нужно сделать всему коллективному западу чтобы игорь додон успокоился наконец уже и ну варежку то эту примотал кто-то он предъявил претензию что вот якобы кто-то из по моему посол европейского союза сказал что молдова может интегрироваться и без приднестровья он не согласен это так то как бы никто же сказал что молдова должен отказываться от приднестров нет никто ничего так не говорил и в конце концов давайте решать задачи по мере поступления у нас работы непочатый край абсолютно те четыре года которые господин додон занимал в кресле президента прошли для молдовы мягко говоря бесполезно нас было захвачено государство с одной стороны в виде плохотнюка и все его шаршки на конторы с другой стороны сидел игорь николаевич которого дадут он додов включали выключали к путину 63 раза он ездил в россию путином ездил ну наверно раз 25 не меньше эта встреча серьезном уровне а понту что привез в молдове как и выгоды получил молдова где был дешевый газ таких вот в десна отношениях с российской федерации где была помощь молдавским гастарбайтером находящимся в россии где доступа лодовским предприятиям на рынке российской федерации куда засунули господина нищенко чтобы он перестал искать подожорах во всех молдавских этих абрикосах и яблоках и дебютил в талат в нашем вине а ты какие-то слова помнишь да да был то было такое слово ваше вино говорит хороший только для то чтобы им красить заборы вот господин ищенко говорил все время чудесный человек образно а главное какой опытный абсолютно вот политик это обратил внимание на связь российских организаторов с фсб не журналист а оппозиционный политик кубица карвашова или карвашова не знаю как правильно проносить фамилию в общем она обратила внимание на связь организаторов вот этого так называемого саммита мира саммит мира в братья славе участием дадона ты знаешь каждое слово по нарастающей нагнетает атмосферу окей друзья в общем какой вывод мы можем сделать из этого да то есть как бы первый вот игорь дадон пытается достучаться до аудитории достучался с точки зрения он или нет ну он говорит я бы не назвал бы путина диктатором а вот моя санга кулёк фотомонтаж видеомонтаж какой видеомонтаж где-то видеомонтаж и ромалийская же говорит ему ира я опытный журналист там нету никаких склеек там просто обычное видео перевозка перед озвучить это не дипфейки это у владимира плохотнюка в сове скрывалась камера которая снимала компроматюк сказал что это у него в кабинете было сделано все прозрачно и все понятно может быть кроме некоторых молдавских судей игоря дадона с его адвокатами но на мнение адвокатов влияют гонорары а перестанет платить игорь дадон своим адвокатом и адвокаты перестанут видеть там фотомонтаж и видеомонтаж так достучался на международной аудитории или нет ну в кремле это точно услышали прочитали то есть так подожди адресат был кремль адресат была международная аудитория на несколько площадок работаем он же шепотный политик многовекторный нужно и с востоком и западом доступны на 360 градусов вольных хлебов молодец на выпасе часто на выпасе то окей посмотрим что из этого получится в общем я надеюсь ничего я тоже до единого кандидата по-прежнему нет с другой стороны не будем этому поводу расстраиваться до дадона и так и не не объявил кстати он не воспользовался возможностью у юрина ромбрийской объявить будет он баллотироваться или он сказал что решение по этому поводу еще не принято скоро он об этом объявит когда снежка скромняшка и пассификатор пассификатор да в общем друзья прервемся на короткую паузу пусть еще вернемся и продолжим наше обсуждение извините значит тем как ирина влах пишет письма международным чиновникам скоро вернемся друзья мы вернулись это подкаст этого мне мышки таскать где мы обсуждаем молдавскую политику честно со здравым смыслом и долей иронии иван ирина влах пишет письма больна эпистоляркой эпистоляр как как называется эпистолярный жанр даму желание писать письма если углубляться в случае в казус в кейс ирина влах можно сказать что у нее не держание руки как это выглядит дорогой молчат дорогой марк рюту да там дорогая моя санду дорогой клаус юханис вот сейчас во первых как своего письма хочу обратить не обращайте внимания я не зашла с ума просто мне нужно писать почему чарльз например третий до сих пор не да кстати да президентов много в конце концов император японии игорь датон сам просто бы поделился своими связями адреса контактами на востоке есть прекрасный повод солнце восходит на востоке а молдове нужно солнце ирина влах может написать письмо кстати почему не напишет путину чтобы он снизил цену на газ ну можно путину много чего в письме написать или там не знаю почему не напишет путину что-то снизил цену на газ или обеспечил поставку той половины которую газпром почему-то не поставляет молдове или остановил войну в которую все никак не втянется молдова абсолютно по ее словам появился втягиваемся втягиваемся тут вообще насколько окей насколько типично или нормально вот именно такой способ общения с международными лидерами и так далее вот политику который ну недавно был там региональным политиком и функциональным политиком она она была и партнером парламента и так далее насколько это вообще нормально типично или адекватно скажем так за неимением герба вы пишем на простой продолжая тему писем поскольку содержательной повестки у ирины влах днем с огнем не сыскать приходится запретать какие-то информационные поводы чтобы вот мы с тобою прошли очередной раз обсудили вот эту бредятину которую ирина федоровна выплескивает в медиа пространство республики молдова если ты просто создание информационного повода ну бульканье это можно назвать пуканье я не знаю можно углубляться дальше неприличное слово бессер извините можно так пойти можно подумать что почему бы и нет а вдруг генсек нато он и помощь официально не стал генсеком он только он только передал получается все страны одобрили раз например министра в норвей в нидерландах извините да и готов занять а вот я не знаю что там на а в это время ирина влах успела что она хочет да хочет она чтобы нато дала гарантии да значит принятие нато декларации о признании нитрате республики молдова станет сильным началом мандата для как для марка рюта так и для нового президента нашей страны таким образом будет послан сильный сигнал о том что республика молдова заслуживает того чтобы жить в мире молдова безусловно заслуживает жить в мире я вот считываю пассаж про нового в президента молдовы наверное на себя имеет ввиду наверно что вот они после того как ирина влах станет ты думаешь есть шанс что она вообще выдвинутый на кандидат я думаю что она хочет но это однозначно все что теперь ты поспоришь женщина если она хочет нет хочет пусть мечтает мечты иногда сбываются друзья здесь летает муха не обращайте внимание мы заговорили знаешь про нашу прекрасную про московскую про кремлевскую оппозицию и появились мухи да мы ее не убиваем потому что мы потому что мы защищаем права любых оппозиционеров абсолютно кроме тех кто нарушает закон а затем и придут из полиции дома об этом тоже позже поговорим мухи закон не нарушать нет 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 мухи естественный продукт тогда и опять же она не обращает внимание не обращается к тому кто действительно не на самом деле не уважает не нейтралитет нашей страны не независимость не называется слона я не приметила абсолютно как то вот зашла в комнату посудную лавку там кто-то с хоботом с большими ушами тоненькими хвостиками все расхерячил да а я даже не заметил кто это сделал где где мыши мухи нет российской федерации в молдове нет войск российской федерации нет 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 в днестрове нету агентуры в разнообразных гос и прочих ведомствах в том числе через тех которые пишут письма вот нет ну например отсутствует коллег она своих с этим вот партийкам тоже не замечает шора не заметила абсолютно путина не заметила да не слепали она задумаюсь я да но это не мешает писать письма письма донда начни слепа мы прошлый раз говорили что надо у ирины влах отобрать телефон чтобы она не снимала тик токи ручку на компьютер надо унижать ее ноутбука и после этого останется печатная машинка и ну на крайняк можно ручку использовать ну и с голубями передавать например окей но это же повестка да то есть мы в очередной раз подчеркиваем что вот дадон там в этом интервью толкал повесточку да уважайте наш нейтралитет и это в принципе говорили очень многие эксперты и мы это тоже проговаривали что это попытка увязать интеграцию европейской в европейский союз республики молдова или процесс вступления или процесс переговоров который сейчас начался вот с нейтральным статусом республики молдова хотя ничего общего с военными тридцами республики молдова это абсолютно не имеет но более того я никогда не слышал чтобы на так принимал подобные декларации вообще почему нато предложил принимать подобную декларацию можно устроить международную конференцию там молодские политики блажили на эту тему что молдова вот ради молдавского нейтралитета вдруг полмира соберется к нам тоже подпишет какую-то декларацию китай не входит в нато желательно бы наверное чтобы китай уважал молдавский нейтралитет вот это очень интересно тему молдавского нейтралитета педалирует именно пророссийские политики потому что чешется знаешь вот гондурас зачесал ты его чеши меня беспокоит понимаешь процесс бывает слишком запущены ирина влах хочет в президенты это в принципе повод обратиться к врачу или почесать нет если серьезно сейчас мы не серьезно что ли а ты веришь что я и на влах серьезно может стать президентом или что в это я не верю но чем черт не шутит ничего вот этим он не шутит нет я что хочу сказать вот те кто педалирует тему нейтралитета у которых чешется там где-то гендурас да они никогда не предприняли реальных попыток для того чтобы обеспечить международное признание молдавского нейтралитета вот этот был например власти мог бы свои письма вместе с ирины федоровны куда-нибудь разослать и сделать тут международное признание 30 кто мешал международное признание нейтралитета делается очень просто ты обращаешься в оон и добиваешься принять соответствующие резолюцию он не очень просто руки но есть процедура ну да ну понятная процедура по-другому никак нельзя обеспечить международное признание молдавского нейтралитета и тогда это будет бумажка что называется броня для броня в том числе и для нато а наш нейтралитет извините как приднестровская независимость заявить заявили никто его не признает по большому счету не признают главное тот чьи агенты настаивают на нейтралитете имеется до российской федерации и вот есть тюркменистан допустим да страна которой очень гордится своим нейтралитетом но он же не просто гордиться своих на нейтралитета польза не зан обеспечива признание туркменского нейтралитета на уровне оон если эта заведующая была принята соответствующая резолюция он который признает нейтралитет туркменистана с молдовы ни один из молдавских политиков не даже не попытался это ждет? Ни Воронин, ни Додон, ни Ирина Влах. Я думаю, что очень полезно было бы Игорю Додону и Ирине Влах изучить туркменский опыт. Они же любят Северную Корею. И вот была делегация партии социалистов, все время в Северной Корее обменивались парламентским каким-то опытом, налаживали связи. Видимо, хотели развивать эксперт молдавских яблок. Чесание контракта. Не знаю, что. Но вот в Туркмению тоже можно их услать. Вот Сапар Мурату... Нет, Сапар Мурат Ниазович Ниазов помер. Вот это, я не знаю, Гурбоглуберду Мухаммедов был до него, а вот его сын. Вот выпало из памяти, как его зовут. Фактически правит Гурбоглуберду Мухаммедов. Туда их сплавить, там, конечно, визовый режим. Несмотря на то, что Туркменистан в СНГ. Ну, можно, мы оформим визы и госпоже Влах. Ну, Ирина Вахта там, по-моему, была недавно, или где-то там была. В Туркменистане? Нет, по-моему, не была в Туркменистане. Она в Средней Азилов, в Кыргызстане была. На играх кочевников, по-моему, была. Она, да. Встречалась даже... Еще не осталась. С Алмазом Атамбаевым, по-моему, да. Алмазбеком Атамбаевым, вот, бывшим президентом. Ну, в общем, есть детский сад и висит фотография. Висела, во всяком случае. В Чешмеке я построил Туркменистан и с большой, большой, большим портретом Гурбангулы Берды Мухаммедовым. Ну вот, видишь, связи есть. Ну, в общем, если резюмировать, это продолжение сотрясания воздуха и привлечение к себе внимания, создание повестки. Плюс лето, жара, высокие температуры, недостаток, обезвоживание организма, кризис среднего возраста. Там много чего можно перечислять. То есть это все, что угодно, только несодержательная политика. Я не вижу несодержательности в подобных действиях. Я не первый год изучаю политический процесс. Когда я вижу цирк, то я называю это цирком. Вот у вас тут с вашим этим Ширинистаном, это балаган. Я вижу балаган. Ширинистан. Это балаган. Называю это балаганом. Как это можно по-другому называть? Я не знаю. Да. Политология, точная наука. Про Шириновский балаган мы поговорим в следующей части. Друзья, не переключайтесь. Мы прервемся на короткую паузу. Пусть еще вернемся и продолжим обсуждение Шириновскими протестами. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете и смотрите подкаст этого «Не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно со здоровыми смыслами и долей иронии. У нас на очереди Шириновские протесты. Уже смешно. Уже смешно. Бабушки сидят в таможне, как бы протестуют против или пытаются надавить на таможне, чтобы те пропустили, чтобы та пропустила какое-то оборудование. Бабушки сидят у таможни и требуют каруселей. Коллеги, покажите, пожалуйста. Да, сейчас коллеги подготовят, покажут фотографию, как бабушка. Бабушки сидят под кустом, под кустами, получается, у таможни. Под кустовные выползни. Да, это офис таможни в Камрате. Вот, пожалуйста. Вот им нужны карусели. А если бы там была карусель, они бы как вот расположились. Они не только сидели, они бы еще и качались. Главное, чтобы не это зашлило, как ты сказал, да? Да, да. Оттого же, ну, нет, не будем углубляться в физиологию. Значит, сегодня вот, как бы, вот момент, как мы записываем эту передачу, у них сегодня очень разнообразная протестная повестка. Они протестовали... Все сорта говна вот это называется. Это же сегодняшний протест, да, коллеги? Подскажите, пожалуйста. В смысле, перед таможней. Прямо в это время, да. И плюс есть протесты в Кишиневе перед судом Буйкана, где идет разбирательство по делу Евгения Гуцул. И там тоже интересная такая ситуация. Леша Лунгу стал борцом, получается, за Шоревскую правду. Леша Лунга твой друг, да? Опять вот он начал с оскорблением. Извини, я не хотел. Но вы же друг, коллеги бывшие. Мы бывшие коллеги, мы давно. Бывшие. Давно, давно, извините, да. Я люблю так, подтрунивать, извините. Да, вот Алексей Лунгу лидер какой-то Шоревской партии. Не помню, как это называется. Шанс. Шанс, да. Шанс. Шанс. Последний шанс. Без вариантов. Последний шанс Леша Лунгу. Вот, пожалуйста, Леша Лунгу. Алексей Лунгу, извините. Да, я с ним не знаком. Политик от господа бога. Алексей Лунгу вот я не знаю, за что. За Гуцул. За Гуцул, да. Да, спасибо коллеге за неуважение к полиции. Проявление агрессии подсказывает мне режиссерская. Вот Алексея Лунгу повязали и значит, увели в казематы. Да. Сырые казематы. И оттуда Алексей Лунгу вещает через отверстие. Через дырочку. Через щелочку. Кто-то ему дал, подсунул микрофон, и он значит, говорит в микрофон, рассказывает, что там происходит. Пожалуйста, Алексей Лунгу. И это, напомним, перед зданием суда это все было, где идет рассмотрение дела Евгения Гуцул. Но я об этом вижу, если серьезно, я об этом вижу попытки давления. Ну, в принципе, Шор и теми отличаются. Он постоянно оказывал давление на судей вот этими протестами. Мы помним это бесконечное рассмотрение дела в операционном суде в Кагула, если помнишь, да. Ну, господи, 7 лет это длилось. 7 лет длилось это безобразие все. И постоянные протесты, и постоянные бабушки, и так далее. Вот примерно то же самое сейчас начинается. Евгения Гуцул пытается на всем объяснить и доказать, что она не виновата. Не виновата и я. Он сам мне дал много-много денег. Я ездил совершенно случайно в Российскую Федерацию три раза в неделю любоваться московскими пейзажами, ну, и встречаться с представителями диаспоры, потому что она же готовила свою политическую карьеру уже тогда. Она уже тогда чувствовала в себе этот политический зуд. Ее тоже что-то беспокоило. И вот через несколько лет... И более того, она этот политический зуд хочет передать на всю ГГУ. Она пытается это представить как давление на всю ГГУ. Да она заразна. Как судебный процесс. Сиф, а знаешь, мы в школе играли в Сифу. Нет. Не знаешь. Мы не играли. Мы не играли, но мы столичные. Политический Сифлис заразен, да, получается? Он передается контагиозу. Он очень контагиозен, он передается воздушно-капельным, оральным, разными другими способами. Вот Евгения Гусу, получается, пришла и пытается это все распространить на всю ГГУ. Заплевать все. Засрать и заплевать. Всю вот эту скромную молдавскую политическую поляну. Ну... Тут и так не очень чисто. Полно коррупционеров. Тут намусорили, здесь бутылки не убрали. Так вот эта компания хочет насрать и наплевать. Что она, в принципе, уже очень удачно делась. Успешно, успешно, да. И самое интересное почему-то, что некоторым избирателям это нравится. Я понимаю, 400 леев это деньги. В магазин сходишь, за 400 леев ты точно себе торбу еды купишь. Ну, да. Ну, как-то вот рядом с говном-то жить не хочется. Ну, абсолютно. Ну, нет. Все-таки выгоднее не 400 леев, а чтобы чистота была. Ну, и плюс используют это. Там еще одна есть фотография, бабушка сидит под кустом. То есть, бабушке нужно найти карусели. Коллеги, покажите, пожалуйста, если еще раз. Ну, вот это же самое настоящее унижение за 400 леев. Притом, кто-то будет сказать, что мы издеваемся с тобой над бабушками, которые зарабатывают деньги. А я считаю, что это вот эти гоп-компании издеваются над этими бабушками, которые, если бы сильно жалели бабушек, дали бы им эти 400 леев. Но нет же, они же свозят их на вот эти протесты. Бабушки на экран. Знаешь, когда раньше я куда-то там уходил из дома, ну, там, лето, допустим, да, было. Просто так? Ну, просто так. Или на протестах? Нет, 10-9 лет, ну, как бы куда-то они в непонятное направление. Меня всегда родители говорят, ты куда пошел? Ну, ты же как бы, чувак, вот дома есть работа, иди поработай там, да? Вот, понимаешь, и мои родители вот возраста вот этих вот бабушек. Вот этим бабушкам некому сказать, ты куда пошла? Как бы, да? Вот зачем ты туда зайдешь? Дети могли бы... Все эти бабушки, явно не все, они одинокие люди. Абсолютно. У них наверняка есть дети у многих, внуки. Дети и внуки могли бы позаботиться о своих бабушках и не заставлять бабушек зарабатывать подобными методами, мало того, что постыдными, мало того, что бесчестными, так еще и довольно мучительными, потому что в пожилом возрасте горцать по этим шоровским мероприятиям то еще развлечение. Ну, да, просто неужели люди не знают, что такое хорошо, что такое плохо? Не учили. Не объяснили? Многим не объяснили. На самом деле, это не смешно, как бы, да, мы пытаемся иронизировать по этому поводу, но это на самом деле не смешно, это очень серьезно. То есть, как бы, если бабушки не понимают этого, кто же объяснит молодому поколению? Они же за традиционные ценности, да, то есть, как бы, воспитание в семье и так далее. Вот если в семье старшее поколение не понимает вот этих вот вещей, что нехорошо брать ворованные деньги, нехорошо, там, не знаю, унижать себя за 400 лет, кто же объяснит молодому поколению? Ну, да, сложно. Сложно и молодому поколению объяснять старшим. Я все же надеюсь больше на молодое поколение. Я тоже надеюсь на него, посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, да. Еще одна тема, связанная с ШОРом, да, как ШОР пытается использовать неправительственные организации и контракты закона волонтерства в Республике Молдова для того, чтобы нанимать людей. Новая схема инфильтрации. Новая схема инфильтрации и легализации денег. Как ты это расцениваешь? Ну, мы это расцениваем, как, скажем так, способ привязать людей к себе, замазать как можно больше людей, обязать как можно больше людей перед структурами ШОРа, вовлечь как можно больше людей легальным путем в эту всю, скажем так, схему ШОРа, протесты, другая политическая активность и так далее, да, явно направленная на дестабилизацию ситуации в стране и подрыву независимости и суверенитета нашей страны. И еще один момент, это использование неправительственных организаций, закон о неправительственных организациях через вот эту вот организацию, которую они зарегистрировали. И это явно попытка уйти из-под закона о политических партиях, потому что деятельность политических партий в последнее время стала очень четко контролироваться, закон вводит серьезные ограничения на нелегальное финансирование, то есть, грубо говоря, любой банутстый, который ты тратишь на политическую деятельность, должен обосновать его происхождение. С неправительственными организациями все гораздо проще, очень все либерально там, и это лазейка, в которую явно хочет войти в ШОР. И, в принципе, он пытается использовать диаспору, то есть, как бы, берет все, переворачивает наизнанок, и берет и использует это, ну, не он, в данном случае, да, Кремль, да, через ШОРа и через эту Гуцул, да, которую поставил ШОР здесь. Пытаются использовать, если диаспора на Западе голосует осознанно, и никто не платит, и никто не подвозит, и так далее, да, сама организуется. Если неправительственные организации создаются людьми в Республике Молдова, да, которые работают на, в рамках, скажем так, получают гранты в рамках международных соглашений Республики Молдова. Платят налоги. Платят налоги, естественно. А тут совершенно противоположная ситуация. Использовать эти законы, использовать демократические методы для того, чтобы подорвать саму демократию. Закон о неправительственных организациях, закон о волонтерстве, и диаспору, которая в Москве, сколько там остается, порядка 70-80 тысяч еще наших соотечественников в Москве, которых они используют для всех своих схем, как в России, так и здесь. Вербуют их там и отправляют сюда. Ну и очень многих, естественно, вербуют и здесь. Это такой очень интересный момент. Посмотрим, чем это закончится. Посмотрим, как на это будет реагировать государство. Волонтеризация Молдовы продолжается, но как-то не хотелось бы, чтобы процесс зашел далеко. Ну он, судя по всему, заходит, и тут нужно, да, хотелось бы, чтобы он не зашел слишком далеко. Тут нужна очень серьезная реакция государства, в том числе и пересмотр вполне возможно законодательства, ужесточение всех этих, или конкретизация каких-то определенных моментов для того, чтобы ограничить влияние использования этих денег и использование закона о неправедливных организациях и закона о волонтерстве именно в таких целях. Я много раз читал на Фейсбуке мнение, в том числе и про европейских наших сограждан, что, дескать, власти, правоохранительные органы ничего не делают для того, чтобы перекрыть денежные потоки от Шора, от Кремля. Ну, посмотри, они же, ты в дверь, они в окно лезут. не получается с курьерами ввести бабло через криптовалюты, не получается с криптовалютой через волонтеров. Там люди подлецы и негодяи сидят, но они не тупые, они изобретают довольно много работающих вариантов финансирования. Перекрыть все эти дыры это непросто, но этом делать надо. нужно понимать, что не они же одни работают, в Москве целые отделы работают на это, в том же ФСБ, в том же ГРУ, которые разрабатывают, продумывают и используют контакты свои на Западе, в том числе, для того, чтобы это сделать. То есть, мы видим, как поступают новости, как они вольготно себя чувствуют в некоторых странах Европейского Союза. И многие страны Европейского Союза уже теперь начинают понимать, насколько это опасно и пытаются. Мы видим сообщения, как подрываются или попытки подрыва международной помощи в Украине, да, взрываются склады то там, то здесь. А в Молдове они себя вольготно чувствовали, ну, долгое время. Только сейчас, можно сказать, стали предприниматься какие-то действия для того, чтобы противостоять этому всему. Посмотрим, посмотрим, к чему это приедет. Хотелось бы, да, чтобы это не зашло слишком далеко, как ты сказал. Следующая тема у нас, значит, как ГУЦУЛ требует денег от Кишинева. Возмещение за НДС, денег на дороги и социальных ассистентов. В то же время в ГГУЗИ снижаются налоговые поступления. Мы прошлый монолог посвятили именно этому, да, то есть как бы НОКТАЛАЙФ посвятили, пятничный монолог посвятили именно этому, значит, тому, как снизились поступления в бюджет ГГУЗИ от такого вида налога, как подоход налог от юридических лиц. И вот Евгений ГУЦУЛ требует от парламента и правительства дополнительных денег для бюджета ГГУЗИ. И мне просто интересно, как она себе это представляет. Ну, она будет тоже писать письма, наверное, Ирина Влаг пишет, в НАТО, это тоже куда-нибудь может что-нибудь Так она уже пишет, Гросу пишет, да, Речину просит, пишет и так далее. Пишет? Уже написала письмо, адресовала это письмо туда и требует денег. То есть умеет писать умеет. Или она, или кто-то написал, не знаю, наверное, кто-то. Ну, что сказать, я много раз за последние несколько месяцев слышал, что трансферы, трансферты, не очень помню. Трансферты. Трансферты. Да. Из республиканского бюджета в Гагаузию и в перерасчете на душу населения выше в Гагаузии, чем в среднем по стране. Ну, в целом, бюджет Гагаузии на душу населения, включая и трансферты, и собственные доходы, да, он выше, чем даже в Кишине. В Кишине 8 тысяч лей, в Гагаузии 12 тысяч лей на душу населения. Ну, так все же хорошо. Ну, хорошо. Ты чувствуешь счастье после... Вот, ну, я считаю, что для Гагаузии это неплохо, просто как эти деньги расходуются, это другой вопрос. Это вот вопрос-то важный. Да. Вот Куцул требует список, да, выделить 15 миллионов лей для продолжения реализации проекта по созданию оконно-спортивного оздоровительного комплекса от Пролин. Об этом мы сегодня поговорим еще. Это 15 миллионов требует. Построить автомобильную дорогу Р-29 Камрад-Чудерлунга к границе с Украиной. Стоимость 873 миллиона лей. Выделить 10 миллионов лей для восстановления дороги Л-623.1 Р-23 подъезд к муниципию Камрад, которая, по словам Гуцул, пришла в непригодное состояние во время строительства объездной дороги, приняв на себя весь грузовой поток по пути в порт. Я думаю, Майя Санду специально ночью прошла и разрыла эту дорогу, чтобы вот нагадить, насолить и Гагаузии в целом, и госпожа Башханша в частности. Ставлинцы Шора, скажем так. Будем последовательно, нас за это, кстати, предъявляют нам претензии. Нужно быть последователем. Если мы называем ее Ставлинцей Шора и Куклой Шора, значит, нужно продолжать называть. Можно. Люди понимали контекст, мы постоянно напоминали об этом в важном контексте. Кто она такая, что не самостоятельная политика и она пытается... Вот она была у Людмилы Бельченковой. Главная претензия, которую к ней предъявляют, это то, что она плохо говорит, плохо читает. Ты сам об этом не раз говорил. И я-то думал, что с ней будут работать. Оказалось, что не получается. Нет, я не знаю почему. Не получается. Или не получается. Клиент не созревший. Вот она была у Людмилы Бельченковой. Я думаю, Людмила Бельченкова получила истинное удовольствие от этого шикарного, потрясающего, политически выверенного, умного, содержательного интервью. Как бы ни относиться к Людмиле Бельченковой, Людмила Бельченкова в своей жизни брала интервью неоднократно. Людмила Бельченкова была лауреатом премии Яблоко как же лучший журналист в Республике Молдова в 2003-2007 году, если не ошибаюсь. Не знал этого факта. Да, да, да. Она получала яблоко от Центра Независимой Журналистки или Центра Да. Впрочем, кто эти яблоки не получал в нашей стране? Ну, да. В том числе и А я нет. А я нет. Ручки того, то нет. Чистая, чистая. В общем, да. Компания с Людмилем Бельченковой. Я тебя поздравляю, Михаил. Нет, она, кстати, вернула. Вернула. Молодец. Ну, слушай, сегодня у нас вип-магазин этого. Георгий Гонсу сделал, журналистам года. Ну, в общем, да, Людмила Бельченкова интервью. Такое ощущение, что уже просто не стесняются этой тупости. Ты понимаешь, если невозможно скрыть, приходится подсвечивать. Это фишка. Это фишка, да? Подсвети. Подсвети, да. Обычно это технологический прием. Ну, слушай, ты же не можешь, опять же, слонам в лавке ты ее утаить в нормальном варианте не можешь. Вот тут такой слониха в нашем маленьком гагаузском стекольном магазинчике к нам зашла слониха, которая вот поворачивается, а говорить не умеет. Не говорить не умеет, не писать не умеет, не формулировать мысли не умеет. Я не буду говорить про политический курс. И не пытаются сделать из этого фишку какую-то. Фишка, да. Фишка такая. А зато у слонихи есть фотография с Путиным. Это наша фишка. Фишка. Да. А зато слониха у нас, ну вот еще что-нибудь делает. То есть фотография с Путиным значит, снимает все... Диксию. Улучшает Диксию. Не обращаешь внимания Диксию. Вот фотографии с Путиным. Смотри сюда. Туда не ходи. Сюда не смотри. Сюда смотри, а это не слушай. Не слушай, не слышь. Да, вот смотри сюда. Ну это, да, посмотрим, как это будет развиваться дальше. Но судя по всему, они этого не стесняются, и они будут действовать так же, в таком же духе. Но зато, видишь, протесты, да, а протестная активность... Ну тоже за деньги, знаешь, это не просто протесты, это не гражданская активность. И это попытка свалить свои неудачи, неумение управлять регионом, значит, те проблемы, которые регион получил с приходом, с установлением Шерестана. Какой-то фактически Шерестан, то есть как бы там сегодня буквально еще несколько фактов там до, значит, перед таможней был протест. Мы его показывали, да, но там же есть другие кадры, которые мы опубликовали на Телеграм-канале сегодня, да, коллеги, покажите, как первый зам входит в таможню, знаешь, как к себе в дом. Человек заходит как хозяин. Как хозяин, да, не давление ли это, да, то есть это попытка оказать давление. Там депутат парламента этот же Суходольский, да, то есть первый зам Гуцул, там, в кресле, который занимает кресло Башкана, да, которого поставил тот же Шер Илья Узун, да, заходит как к себе домой и пытается оказывать давление на таможню. Это попытка, это оказание давления перед судом, да, то есть это то, во что Шер пытается превратить Гуцул. Никаких правил, мы не признаем закон, вы нас обвиняете, мы с этим не согласны, так иди доказывай в суде, да, то есть как бы используй легальные процедуры. Нет, обязательно нужно привести, согнать бабушек и оказывать протесты, оказывать давление. Но это очень сильно напоминает такой рэкет, возведенный в уровень публичной политики в Гагаузии. Я думаю, что в письмах, которые Евгений Агуцул пишет правительство, да, предпредседатель парламента, да, отсутствует два важных пункта. Да. Во-первых, необходимо потребовать от Дурина Ричана, персональный от всего кабинета министров, в целом обеспечить 500 миллионов евро инвестиций в Гагаузию, а во-вторых, срочно построить аэродром. Аэропорт, простите, аэродром, аэропорт. И тогда будет хорошо. Тогда будет хорошо, да? А зачем вы так и грузите? Она же обещала, а тут не дают. Ну, Шор обещал. Ну, как Шор делал не она. Тут не получается. Ну, так пускай тогда Кишинев этим занимается. Ну, так это же попытка свалить, вот вы нам построили дорогу, смотри, да, вот вы нам построили дорогу, а зачем вы нам ее построили? Вы разрушили другую дорогу, значит, ремонтируете. Это попытка свалить. Дайте нам 800 миллионов лей на ремонт. Так, подожди, строительство этой обездной стоило меньше, чем она просит на участочек дороги, там, не знаю, 3 километра. Ну, там, все хорошо с арифметикой, я подозреваю. Ну, 19 километров вот эта дорога обездная. Она обошлась в 500 с чем-то миллионов лей. Она просит 879 миллионов на строительство подъездной дороги, сейчас скажу, Р-29, а, нет, извините, да, сори, да, 10 миллионов, прошу прощения. Заговорился, заговорился, да. Хотя, Р-19, это большая, это она по длине, да, сори, сори, да, заговорился. Да ей волю, она ей миллиард попросит. Нет, ну, имеется в виду, что, понимаешь, это попытка свалить сейчас на правительство за то, что вот вы, ребята, нам построили дорогу, а вы нам разрушили другую подъездную, давайте сейчас ее ремонтируете, понимаешь? Это попытка переиначить и показать, что, в принципе, как бы строительство объездной, это не благо, извините, муха лета, да, а это плохо для Гагаузии. Вот видите, вы нам построили, но вы разрушили, а вы не доремонтируете, значит, все плохо. Ты знаешь, если бы хватало бы мозгов выстраивать диалог, то все эти вопросы решаемы. Абсолютно. То есть это, ремонт дорог, это нормальное занятие для государства, для страны и приносит пользу людям. Ну хорошо, что такое 10 миллионов лей? Из бюджета полтора миллиарда лей или миллиард семьсот бюджета Гагаузии можно эти 10 миллионов лей для того, чтобы отремонтировать услуги? Можно, но это ж тут мои полтора миллиарда. Я уже почти вот их в кармашек себе положил. А тут надо какие-то дороги выделять. Да. Ну в общем, протестная повестка продолжается. К чему это все приведет? Это нагнетание или это защита себя, Иван, как ты думаешь? И то, и то. И можно без хлеба. И чем дальше в лес, тем толще партизаны. Говорил афоризмами. Да. Еще одна тема короткая осталась. от Пролин мы, не знаю, говорили в нашем подкасте мы об этом не говорили, но я говорил об этом в других эфирах, в рамках других форматов. Значит, от Пролин там мы считаем, что это такой попытка рейдерского захвата. Несмотря на то, что все вроде как бы в рамках закона, но отстранили от должности, ну фактически вынудили уйти Константина Келеша, человек, который много лет возглавлял конь и ферму, от Пролин это предприятие, которое управляет конь и ферму в Чеделунге. Это визитная карточка этого города, то без чего Чеделунгу, наверное, сложно представить. Это уникальное место, где выращивают орловских лошадей порода орловские русаки. Но мальчик хочет получить актив. Мальчик хочет получить актив, и не совсем понятно для чего. Ну понятно для чего, ну понятно, контролировать предприятие, использовать его для своего Гагаузленда, то есть как бедных лошадок для того, чтобы они возили туда протестуют, да. Протестная активность, да. Ну и весь город встал на защиту Константина Келиша. Примар, значит, собирает подписи для того, чтобы это предприятие передали на баланс муниципе Чеделунга. И не совсем понятно, собирается ли исполком, который возглавляет исполком Шора, продолжать те проекты, которые, значит, финансировались и внедрялись на территорию от Пролина правительством Агентства Оригинального Развития Примарий. И это очень сильно беспокоит Примарию. И Примария пытается по этому поводу, значит, предпринять что-то. Значит, мастера на изнике Одесского ипподрома написали письмо Речену и Санду с просьбой сохранить Келиша у руля этого предприятия. Видишь, как бы уже такая, получила это, это проблема международную огласку, да, Одесса подключилась в данном случае. Ну, как бы, посмотрим, удастся ли Примарии, значит, склонить чашу весов в свою сторону. Надеемся, что удастся, потому что, с моей точки зрения, Примария лучше знает, чем заниматься этим, как управлять этим предприятием, как его развивать дальше. И Примар Чедолунги явно хочет сохранить Константина Келиша и его семью у руля этого предприятия, потому что этим занимается не только Константин Келиш, но и его семья, его сын. И это, как бы, люди, которые не первое поколение этой семьи занимаются выращиванием лошадей. Они разбираются, понимают в этом деле очень много, поэтому, я думаю, и с другой стороны, нет абсолютно никакой ясности, что они хотят с этим делать. С другой стороны, все, к чему прикасаются эти цепки и ручонки, превращается в либо балаган, либо в что-то нехорошее. Ну, по большому счету, да. Как-то. Бесплатные карусели, это, конечно, очень важно для развития страны, для бабушек, становления личности, для бабушек. Как бабушки без водяных горок обходятся. Ну, как до сих пор. Сахарная вата. Понимаете, у нас мало ваты в этой стране, нужно, чтобы была сахарная и отшора. Для бабушек. Для бабушек. И горки. И горки, да, и батуты. Ну, полный набор развлечений пенсионер. Пенсионер выходного дня. Как провести выходной день, когда тебе за 70? Какого-то... А потом на коняшек. Главное, чтобы не стошнило, да, после ваты сахарной. Друзья, резюмируем как-то эту часть, Иван? Я не знаю. Мы обычно резюмируем. Ну, что тут резюмировать? Пошли вон, продажные ублюдки из моей страны это называется. Друзья, не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись. Вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Не забывайте на нас подписываться, делиться этим видео и комментировать, друзья. Комментируйте, пожалуйста, нам очень важны ваши комментарии, мы их очень ценим, мы каждый комментарий читаем. Пока мы еще не решились их обсуждать в прямом эфире, не знаю, может, когда-нибудь мы введем эту рубрику и начнем, значит, давать обратную связь через вот такой вот формат, как, значит... Это придется материться. Нужно какое-то вот отцензуривать. Наверное, да, да, да. В общем, Иван, Россия в последнее время очень активно стала нагнетать, значит, ситуацию в Молдове и продвигать тему, опять же, руманизации. Ну, просто стандартно. Да, якобы Румыния пытается нас что-то тут аннексировать, аннексировать, кастерпиировать, заунивить. Мы в прошлом, в одном из прошлых выпусков говорили, да, Мединский, да, бывший министр культуры, если я не ошибаюсь, да, Владимир Мединский, по-моему, да. Про него говорят, привычка пить из унитаза не проходит бесследно. Есть опыт? Видимо, да. Видимо, да. Окей. В общем, значит, Мединский начал, мы один, по-моему, говорили о его первом выпуске, где он говорит о Молдове. И вот он записал недавно второй выпуск своего влога. У него тоже есть свой подкаст. Да, у него тоже свой подкаст, да, в Ютьюбе. Мы не скажем, где, в общем, в Ютьюбе, в общем, не важно, да. Не ходите туда. Не ходите, да. Не ходите. Он в прошлый раз и сейчас продолжил говорить о войне Молдовы, Румынии. И вот, значит, там же в Москве был какой-то стол. Стол? Научно-практическая конференция, известно. Стол тоже там был. Не знаю, какой там был стул, но, в общем. Хорошо они ели. Значит, если хорошо ели, был хороший стул. Квадратный гнездовой, значит, круглый стол, да. Был там. Какая мрачная обстановка. Где, да, обсуждали. Опять же, вопрос угрозы румынизации, потери молдавской государственности и так далее. Вот у них Гондурас точно чешется. Абсолютно. Уже сколько лет? Много лет причем. Много лет и постоянно это педалируется. Константин Затурин, по-моему, там выступал. да, вот это. И вот не имется чуваку. Старый чувак, в политике не первый год. Чуть тебе, ну, чуть тебе. Единорос он? Единорос, да. Единорос. Несправедливый рост, да? Нет. Да, я понимаю. Ну, в общем, у них, значит, кризис с темами, с повесткой, или они просто по принципу старый конь породы... Вот, вот, вот. Если это все работает, что же новые изобретения изобретать? Господин Мединский... А ты думаешь, это работает? Ну, на кого-то работает. Ну, окей, то есть, явно, что это работает меньше, чем это работало 30 лет назад. Да, ну, разумеется, разумеется. в конце концов, в Румынию уже многие жители Молдовы съездили и увидят, кто живет в Румынии, что Румыния самый близкий партнер Республики Молдова. Сколько сюда вкладывается денег, сколько приходит помощи нематериальной, политической поддержки, экономической поддержки. Ну, окей, но это, безусловно, да, в Гагузии это очень на многих работает. Здесь по-прежнему боятся унири, по-прежнему боятся руманизации. Я неоднократно говорил, по-моему, в нашем подкасте и у себя тоже на страничке писал об этом, да, что мы, помню, в 20-м году, нет, в 21-м году после парламентских выборов, когда ПАС выиграл выборы, проехались по нескольким городам и селам Гагузии и задали вопрос людям, как бы, да, как они оценивают ситуацию после выборов, что они думают по этому поводу. все это, безусловно, большинство, подавляющее большинство говорили, что это катастрофа, трагедия, и чего они ждут? Они сказали, мы ждем руманизации. Понимаешь, руслова руманизация звучала практически у каждого второго, если не первого, респондента, с которыми мы общались. Если ты их спросишь сегодня, они скажут, так вот же она идет. Ну да, то есть вот руманизация. А в чем проявляется? А бог его знает. Никто не скажет. Окей, они пытаются удержать, это явно нагнетается в контексте референдума, это явно нагнетается в контексте президентских выборов. Какова цель, с моей точки зрения, технически, что они хотят добиться? Ну понимаешь, это политико-технологический какой-то маневр, трюк. Когда Мединский открывает свой рот историка и говорит про наши юго-западные земли, имея в виду республика Молдова, по-моему, цели озвучиваются именно в этом предложении. Кремль, поскольку он помощник президента Российской Федерации, Кремль говорит, Молдова это наши юго-западные земли. А дальше можно не слушать. Дальше все уже не бесполезно что-то слушать. Все его исторические высеры, я вот еще раз употреблю это слово, не стоят выеденного яйца после этой фразы. Абсолютно. ошибается он, придумывает он, он, конечно, несет ересь с точки зрения истории и фактов. Он несет ересь. Вот цели и задачи они поставлены в одном единственном первом предложении. Наши юго-западные земли. И они намекают, что для того, чтобы Молдова... То есть они искусственно наглетают, искусственно придумывают угрозу, которой не существует. А потом наши юго-западные земли внезапно попросятся в состав Российской Федерации. Защитит от чего? От румынизации. От румынизации, да. От страшных, коварных, кошмарных румын. Румыно-фашистских захватчиков, как любит советская пропаганда говорить. Кстати, да, она вот эту риторику начала нагнетать еще, продвигать еще в Советском Союзе. Румыно-фашистские, как нацисты в отношении украинцев, да, ну хотя... Бандернацисты. Бандернацисты, да. Там бандернацисты, здесь румыно-фашистские захватчики, да. Вот, пожалуйста. Ну, окей, посмотрим, как это будет. Я надеюсь, очень мало, которые верят в это. И это не пройдет. Наша задача это все разъяснять, показывать абсурдность всего этого. Прежде всего, это очень скучно смотреть. Ну, абсолютно. Вот это вот... Ну, наверняка, у этого всего есть своя аудитория, у этого контента, по большому счету. Да, ну и как минимум отчитаться перед нашим верховным говнокомандующим, что я ж не зря твой повошничек. Я ж не зря. И Затулин то же самое, да? Да, да, да. И Затулин. Окей, друзья, мы перейдемся на небольшую паузу, после чего вернемся и обсудим наша традиционная рубрика Клоуны и Кишинев. Да, кандидаты в президенты. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись. Вы по-прежнему слушайте и смотрите, по-прежнему слушайте и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молдавскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Иван, осталась последняя тема на сегодня из нашего меню. это заявление Анастасии о том, что он будет баллотироваться, ну, о том, что будет баллотироваться, он, по-моему, сказал раньше, да, но сейчас он заявил о том, что будет создавать новый политический проект. Говорит, что власти не справляются и баллотироваться в президенты, его попросил народ. Народ пришел и сказал, Андрей Анастасия, баллотируйся. Андрюша. Он говорит, ни правые не справляются, ни левые. Никто не справляется, кроме него, видимо. Да, но он же показал, у него был шанс показать, как он справляется в должности министра внутренних дел. Да. В коллекционном правительстве по СРМ Акум. Да, приколы с двумя попами, Бессарабское метрополе и Молдавское метрополе, полный паритет, религиозная терпимость, все хорошо, консенсус на таком глобальном церковном уровне. Единение. И Господь Бог в виде деревянного креста был прибит в здание МВД. На этом закончилась реформа, по мнению господина Анастасия, но этот... По поводу того, что закончилась реформа, ты прикалываешься или он реально так посчитает своими действиями? Нет, потом правительство Майсанду в ноябре месяца слегка сместил и господина Анастасия остался неудел, но за несколько месяцев работы это было единственное действие в МВД, которое увидело все общество и все общество запомнило. Потому что в Фейсбук до сих пор напишешь крест на Анастасии, все понимают, о чем идет речь. Ну да. Более того, если ты помнишь, Михаил, дальнейшее развитие этой истории, этот уникальный политический деятель настолько ему засвербило, что крест этот сняли, что он дошел до ЕСПЧ. Точно. Да, да, да. В надежде доказать, что крест в МВД, который я поставил, деревянный, это хорошо и права человека, и вот он там нужен. Еще вот мне подсказывают, он запомнился тем, что он предложил начинать день в 7 утра, я так понимаю, для сотрудников МВД, да, рабочий день, чтобы не было пробок. В общем, это еще одним предложением запомнился в должности министра внутренних дел. По большому счету ничем не запомнился. Это интересные методики. Ну, слушай, юрист не значит хороший полицейский. Мне просто интересно, на кого он рассчитывает. Да, звездный час Андрея Анастасии был во время тех протестов против режима Плохотнюка. И давно-давно прошел. Очень. 2015 год, по-моему, это было, если я не ошибаюсь. В 19-м году господина Плохотнюка удалось убрать из страны. Да, скажем так. Интересно, что же ему сказал тогда посол США? За что он схватил? Что тут в течение 15 минут? 15 минут и... А говорят, что это было прямо во время какого-то заседания внутри партии. Да, да, он сказал, я сейчас скоро вернусь. Да. Никуда не уходите. И они думали, что делать с протестами, как дальше захватывать власть, да, грубо говоря. И тут пришел посол США и сказал, вот надо поговорить. И тут вернулся, сказал, ребята... Поговорил. Поговорил. Ребята, не прощаюсь. Не прощаюсь. Скоро вернусь, да? Да, скоро вернусь, но... И через Приднестровье свалил. Вместе с Шором, кстати. Хорошие, хорошие дни тогда были. Прихватил. Вот самый ценный актив прихватил. Да, да, да. Самый ценный. Возвращаясь к Андрею и Анастасии, да, он запомнился этими протестами. Он опять говорит про какую-то... Напоминает, да, вспоминает этот свой звездный час, свой взлет политической карьеры тогда, да, и... Ну, что предлагать? Я, честно говоря, не понимаю. Я понимаю. Ему нужен новый Плохотнюк. И он уже, собственно, его нашел. По словам Анастасии, новый Плохотнюк от Андрея Спыну. Наш вот доминатор, оказывается, координатор коалиции по тогдашним терминологиям. Вот. Недолго мучилось политическое мышление господина... Это все высосано из пальцев. Ну, разумеется, господи, где Плохотнюк, где Спыну? Алло. Партия ПАС не будет держать у себя в должности вице-премьера товарища по повадкам, напоминающего Плохотнюка. Плохотнюк — это коррупция. Вы хотите доказать, что Андрей Спыну коррупционер? Так докажите это. Окей, да, это тоже Плохотнюк — это криминальный мир. Да, это вторая поставь нашего прекрасного координатора коалиции. Да. Ну, в общем, я не могу понять вот этот вот настойчивый... Окей, да, имеет право как гражданин баллотироваться в президента. Лето, жарко, кризис среднего возраста. И чешется. И чешется Гондурас. Я даже думаю, что у Андрея Настась это ярче проявляется, чем у Ирины Влах. Окей, друзья. Да. А ты его цопами, цопами. А братья-цопы, да. Не братья. Они не братья. Точно, одна фамилица, да. Сколько он набрал на последних выборах? Ты не помнишь? Один процент, что-то вроде этого. Я не помню, но мы можем быстренько посмотреть, в конце концов. У нас же есть хороший, прекрасный сайт Адепт. И там была очень интересная история. Они же когда решали, да, кто будет баллотироваться, либо Майя Сандо, либо он, он пытался убедить всех, что у него больше шансов. И Плохотнюк под него делал специальные какие-то опросы. Мне просто рассказывали, да, то есть, как бы, для того, чтобы на одного конкретного респондента, да. в следующей кампании рейтинг господина Анастасия рванул до небес. И он же, по-моему, возглавлял партию, платформу, да, на последних парламентских выборах, и она не прошла в парламент. Да, да. Благодаря его чуткому политическому руководству, держанию руки на пульсе, мудрым стратегиям и выверенным тактикам, планам и ураганам снова не шмогла. Пожелаем ему успехов, удачи, его избирателям выдержки и оптимизма. Ну, тут, понимаешь, мы же критикуем не ради того, чтобы критиковать. А мы не критикуем. Почему же мы критикуем? Ну, окей, тут сейчас скажут, стебучи, стебетчис, на те постепались. А мое санду облизываем. Нет, вопросов нет. Ну, вот человек приходит и говорит, что... Начинает нести пургу. Михаил, это называется человек, приходит... Он что-то предлагает? Он предлагает... Что, себя он предлагает. Все его предложение сводится к собственной бесконечно духовно богатой персоне. Голосуйте за меня, все. И будет счастье. И будет там счастье. И распятие. И вот прочий межнациональный мир. Все будет хорошо. И, кстати, я не слышал его мнение по поводу процесса европейской интеграции. По поводу референдума, например, можно услышать его мнение. Он за? Он за или не за? Да. Он за вступление молодого Европейского Союза или не за? И как он это видит? Друзья, сохраняем бдительность, не теряем чувство юмора и следим за подкастом «Это вам не мешки таскать». И вы будете в курсе всего, что происходит с хорошим анализом и долей иронии, как мы это обычно делаем. Иван, благодарю тебя за сегодняшний эфир. Друзья, благодарю вас за то, что вы были с нами. Это был подкаст «Это вам не мешки таскать». Всем пока, дорогие друзья. Подписывайтесь, будьте с нами. Мы ждем ваших комментариев на всех площадках Монфикшн, Светченко, Нокта, Spotify. Spotify Podcast и Apple Podcast. Светченко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!